Как же Павел по-королевски сидит? Просто. Аки, батя просто. Павел, он же повелитель. Так Павел и произошло от Павелителя. Повелитель и произошло от Павла. Вот так вот. Красиво. Итого, друзья, у нас продолжение группы А. Матч за жизнь. Играют у нас лузера. Матч за жизнь. Ага, лузера. Нижняя сетка. Проигравшие первую встречу. Проигравшие, лузера. Матч нижняя сетки. Все равно. Что можно сказать про этих ребят? Они прошли довольно сложные группы у себя. Вчера. Калента вышел у нас с первого места с счетом 2-0. Из группы, в которой был Маврик, Контролзеборд и Крэйн. У Крэйна вообще не пошло 0-2. Про Крэйна еще хотелось бы отдельно поговорить. Зацепим эту тему обязательно. И Митсухай также вышел с первого места в группе D. Обыграв импакта Аковондора и Джекичана. То есть два первых места действительно выходят в нижнюю часть своей группы во второй стадии. И кто-то один из них сейчас отправится отдыхать. И вот давай пока перерыв вспомним такого игрока, который очень много давал надежд. И прям все его называли, в том числе Асткака. Помнишь, когда ты его называл самым недооцененным игроком даже? 2016 года. Это Крэйн 3-тройки. И действительно, были турниры, где он разрывал на пару, помню, с Пёрплом. Они очень много играли и готовились вместе. А потом в один момент как-то вжух, и Крэйн пропал. Он перестал проходить на прилимы. Потом он снова появился. Пошла опять волна. Но я помню, например, его выступление на ВЭСГе. Очень странное. Год назад, когда были европейские лонфиналы в Киеве. И этот игрок, он достаточно перспективный, подающий надежды. Но я бы сказал, что он нестабильный. Мне кажется, что есть такой вид игроков, которые любят креативить. И Украина действительно это прокатывала. Кто помнит, возможно, колоды ОТК Воргенваров. Украина вообще прославилась именно благодаря этой колоде. Он на них просто потрясающе исполнял на различных редакциях, различных версиях. Еще и закрытыми док-листами. Как же любил удивлять какими-то интересными картами. Кто помнит, в Ренолоках стали носить нолик. А именно договор со смертью. Ой, нет, как это называется? Жертвенный договор. А, жертвенный договор. Нолик, который убивает демона Хиллитяна 5. В том числе уникальная механика заключается в том, что он убивает Джараксус. Джараксус. А именно Крэйн начал использовать его одним из первых. Выиграл благодаря этому несколько турниров. И был тогда на волне. И все было круто. А затем серия просто невероятно плохих выборов, колод от Крэйна. Серия прям провальных пиков. И все стало плохо. Но это все уже совсем другая история. Здесь Крэйн также оступился. Не вышел из группы. В отличие от этих ребят, которые сейчас сражаются за право остаться в турнире. Минсухиды первой колодой выбирает Зоолог. Крэйн также уберет Чернокнижника. Но это иной концепт. А именно четный Варлок. Нужно сразу же выставлять грубого Гомункула в ответ на Огненного Беса. Ну, будем надеяться, что как-то стабилизирует свое выступление Крэйн. Хочется видеть его действительно подальше. Ох, сильный, вижу следующий ход. И вижу ответ, который похоронит Зушку. Ну, слушай, Минсухид может не все вываливать на стол. Допустим, одного Вурдалака. Ну, смотри, мы точно пробиваем пять в лицо. Сто процентов. Ну, мы бьем 3-2-1-3. Хилим, соответственно, демона 1-3 лицо. Благодаря этому прокачиваем Стражницу до пятерки атаки. Ну да, все четко. И, наверное, одного все-таки. А может, вообще ни одного не ставим? Ну, это слишком медленно, ты не имеешь права играть. А почему ты не имеешь права? Мне кажется, одного все равно нужно ставить. Но у тебя на столе 9 урона. Одного. Двоих, Hellfire и GG. Ну, и Минсухид не верит. Ну, смотри, этому тоже есть объяснение против Варлока затягивать, играть в долгую, тоже такая себе затея. Как правильно, Минсухид или Минсухайд? На англоязычный манер. Минсухайд на японский манер. То есть, корни этого игрока именно оттуда. И сам он себя величает именно Минсухиде. Поэтому мы стараемся специально называть его по-разному. И так, и эдак. Чтобы всем угодить. Чтобы всем угодить плюс. Беда печали. Ну, все. Да. Ну, то лын или пан или пропал. Здесь не повезло, конечно, игроку из Нидерландов. Горный великан. Гордый горный великан. На такого рода турниры, друзья, отобраться и попасть проблематично. Потому что конкретно на Сидс Торикап попадают по инвайтам. И приглашают туда исключительно игроков не то, что даже первого эшелона. Самых знаменитых медийных личностей. И топ английской тусовки, в первую очередь. Англоязычной тусовки. Турнир очень престижный. Простым смертным. К сожалению, туда дорога закрыта. Именно так. Ну, и самое крутое, что есть в Хардстоне, что отличает его от множества других киберспортивных дисциплин, это как раз-таки возможность попадания на прилимы простых работяг. Простых ребят. Вы, друзья, можете играть ладер. Можете успешно играть открытый турнир абсолютно бесплатно. Ничего не нужно нигде платить. Не нужна команда. Не нужны тренировки в пятером или там в четвером. Зависит от того, сколько у вас человек стоит в команде. Вы просто играете сам. Достигаете хороших результатов. И вот вы уже попадаете на прилимы. Получаете денежку за то, что вы там играете. А вы, играв прилимы, попадаете на чемпионат мира и имеете возможность сразиться за миллион долларов. Поэтому система Хардстона очень дружелюбна к новым игрокам. Из России в данном турнире принимал участие Павел. Но, к сожалению, он не прошел первый групповой этап. А также поднимает участие здесь Калента и Нейрия. Они попали во второй групповой раунд. Но проиграли свои первые встречи. Сейчас и Калента, и Нейрия должны побеждать дважды, дабы пройти в стадию плей-офф. Но, смотри, в любом случае, Миссухиды хорошо держатся. 7 хп у Механа Джараксуса. Но при этом есть хилы. В целом для Калента все нормально. Призовой фон 20 тысяч долларов. Получается, 4-8 место по 5 сотен. Такой вот поощрительный приз. 3-4 по 2 тысячи. 5 хп 2 и 10 хп 1. Точнее, 4 хп получается 2 и 10 хп 1. Жизньотвод. Отъезжайте. Ну что ж. Почти закончился у нас уже зоовок. Двух урона не хватает. Донести их нечем. Поэтому просто спокойно доигрываем. Закрываемся Королем Личом. Закрываем тап. Выставляем на 2 хп Миссухиды. И выигрываем игру. 1-0. Вперед вырывается Калента, побеждая на отчетном Варлоке. Ну, как-то уж совсем. Ну, на самом деле. На самом деле, не будь Хеллфайра на старте. Эта партия была бы за... Это понятно. Адское пламя или осквернение в первые 4 хода. Оно решает все. Здесь даже осквернение бы не помогало. Только Хеллфайр. Ох, Калента еще решил бананом подзарядиться. Ну, теперь берегись. Red Reserve. Друзья, тут еще дело в том, что, да, есть много стримеров, которых знают хорошо в русскоязычном сегменте. Но, как вы понимаете, организатор находится в Европе. Естественно, ему интересно, чтобы его смотрели англоязычный зритель в первую очередь. Хотя мы бы с удовольствием посмотрели бы на большее количество русскоязычных игроков на данном турнире. Но мы делали похожий турнир самостоятельно. Если вспомнить... Как же он назывался? Ну, ты имеешь в виду Ultimate серию. А, Ultimate серия она называлась, точно. Ну, нельзя все-таки сравнить. Это онлайн-турнир, а не LAN. Но мы приглашали как раз русскоязычных стримеров в первую очередь. Я имею в виду по логике набора участников. И только лишь как раз Стэн попадал в эту компанию. Там вообще, в принципе, из нерусскоязычных стримеров был только Станцивка. Все остальные. Там весь топ русскоязычного Хардстоуна в плане стриминга. Да, было дело. Классный был турнир. Очень интересный, и будем надеяться, что еще будет похожее. А здесь у нас очередной... Ну, а тут, по сути, такая же логика набора товарищей для игры. Вот только аудитория именно англоязычная. В третьих вот с монетки выпускается сумеречный дракон. Сверепый... Вой добирает карту и будет просто. Слушай, а кто выиграл тогда ультимэт серию? В финале играли Найман и Станцивка как раз. Помнишь? Найман и выиграл. А по-моему Станцивка... Или Найман выиграл. Найман выиграл. А в полуфиналах они с кем играли? С Алладом и Ником Чипером. По-моему, да. Ну, Аллад точно... Аллад третье место занял. Обыграв Ника матча за третье место. И Аллад обеспечил себе таким образом попадание на Старсерию. Старсерию. Которое, надеемся, вскоре все-таки состоится. Слушай, а это же турнир на Сан-Тиле давно был? Ну, это, по сути, новогодний турнир. Да, зима была. Полгода назад. Как быстро время летит. Ну что? Продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Раззадумался над четвертым ходом Калента. Но матчап с Друином это точно матчап, где тебе нужно давить и успевать. Что, а лейте тут много козырей за Друля. Вот интересно, что это тот самый турнир, где популярностью стал пользоваться. Это очень большой именно Биг Друид. Друид на тяжелых существах. Хотя в Ладере, понятное дело, что Малегас, Друид и Литаут все-таки популярнее были в последнее время, по крайней мере. Интересно будет посмотреть на статистику этого Друля попозже. То есть сейчас, да, круто. Это неожиданно. Никто к нему не готов. Ну и вот, в принципе, знаете, друзья, вот всегда наступает этот момент, когда вроде как мета сформировалась, уже давно устаканилась. И вот прям под конец мета всегда пытается удивить. Когда остается... Сколько там до дополнения? Три недели осталось, правильно? Даже меньше. 6 августа меньше. Неделя, по сути. Неделя осталась, да. Уже 28 июля. Июля, обалдеть. Я что-то посчитал, что сейчас где-то половина месяца. Ну, не суть. То есть остается буквально там 10 дней условно до дополнения. И хоп, и мета меняется. Хотя ни одна карта не уходила, не приходила новая, ничего не фиксилось. Никаких нерфов. Смотри. Популярность. Вновь контроль жреца. Куда он пропадал? Почему он пропадал? Темпа маги вернулись, которых долгое время не было. Ханты видоизменились. Вместо спеллханта пришел Дезратлхан. Но мета это живой организм, который... Интересно просто, действительно, очень оригинально за этим наблюдать. Бакупалы, которые потеряли в популярности очень сильно. Контроль маги, которые по щелчку пальцев просто пропали. Друиды, которые изменились с таун друидов на мали и биг друидов. Мид-рэндж друиды, опять-таки, проиграли в популярность своим более тяжелым собратьям. Интересно. Ну и вот он, Тирантий, с которым справиться крайне тяжело. И это становится проблемой для Калента. Лебедь потерялся. Да, я что-то уже с этими эфирами, ребятки, сори. Как же мне только что проплавило, что уже 28 число. Обалдеть. Прикинь. Прикинь. И лето уже почти закончилось. Да это вообще все равно. Мы работаем круглый год. Ой, работяга, нашелся. Не, ну я имею в виду, по-моему, вообще все равно какая пора года, когда ты уже заканчиваешь университет. Ну, то есть ты в отпуск можешь уйти как зимой, так и осенью, так и весной, так и летом. Ну, в этом плане, да. То есть вот в универе... Нет, чисто из-за погодки. И то, и в универе я ненавидел лето всегда, потому что... Не знаю, я лето люблю. Лето тепло. Всегда комиссии, ты с талонами ходишь, доздаешь. Ты с талонами? Знакомься с талонами? Конечно. Как там Стэн поживает? Нормально. Все хорошо, давно видались? Звонил, да, да, говорил. Звонил, все нормально. Говорил, что все хорошо. Это радует. Ледохудшее, что есть, ну, не знаю. Это на вкус и цвет, безусловно. Я лето, я зиму не особо люблю, например. Не, я не особо люблю зиму, когда она скользкая, по-моему... Слякоть, когда это... Самая идеальная погода, это вот сухая осень или сухая весна. Сухая, да, предпочитаете? Ну, скорее сладкая предпочитаю в этом плане, да. Ну, смотри, что кофе должен быть горький, а вино сладкое. А что сухое? Это неважно. Мука. Мука, мука сухая, да. Итак, играется здесь Малфурем пагубный. Зимой комуров нет. Это, кстати, плюс. Аналитика времен года. Ну, а тут тем временем на 12 получается. Минус 20. Бедный механ-жаксус. Прямо у него шарики за ролики закатились уже. Сбой системы. Что делать, непонятно. Знаешь, как это сейчас выглядит? То есть шел себе такой робот в виде механ-жаксона, на него просто наступил динозавр. И вот то, что там остались эти куски, они еще там слегка ездят. Там полголовы ездит по полу. Одна рука только функционирует. Все остальное тело уже не функционирует. У кого полголовы ездит сейчас по полу? Плюс в чат. Сморк в чат. Плюс в чат. Сморк. У меня вчера ездило, кстати, полголовы по полу. Ставь плюс. Почему дополнение весной, а не август? Дополнение уходит всегда весной, а новые приходят круглый год. Обычно это конец лета, начало осени, конец осени, начало зимы. Даже не так, уже середина зимы. Короче, середина весны и конец лета, начало осени. Примерно так. Ошибка, ошибка. Удалось справиться здесь. Ошибка, ошибка. Десятка. Ну, десятка найдена. Ну, ноль, 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 ноль. Не тот, не тот, не тот, и не тот. В этой колоде нет нолей, Михаил. А нет, есть, это жмали. Есть, есть, это жмали. Точно. А единичка тут точно. Огонь нужен был. Луногонек нужен был. Но тут уже никак от этого не защитится. Просто тапается Калента и проигрывает эту встречу. Остается у Александра, остается у нас Друль. И, по-моему, у Калента это был Биг. И Хант, который на предсмертных. Ошибка, ошибка. Я думаю, что тут будет очень многое зависеть именно от большого друида. Если Малфурион, участник команды Клауд Найн, не сумеет выдержать противостояние с Малей Друлем, что, безусловно, для него в плюс. Потому что у тебя и армор есть, и по столу тебе намного больше, чем давить. Поэтому Малфурион сейчас от Калента не должна быть победы для него. А вот если его Малфурион проиграет каким-то чудом, Друль Митсухайда зарашит и дожмет, тогда вообще боюсь, что Митсухайд выбьет Калента из этого турнира. Посмотрим, верим. Верим в Александра. Друид Биг должен побеждать Малей Друля. По всем параметрам. Шансов у него больше. Но, кстати, Калента забирает Хантишку. Опа. Интересно, почему? Александр, давай немножко аналитики. Какой винрейт посмотри по поводу матча? Уверяю тебя, что у Биг Друля будет больше. Дезрадл Хантан. Ну, сам посмотри, там армор, там что угодно. А тут, знаете, знаешь, что отвечу, Михаил? Вспомни логику Калента касательно выбора Калот. Ну, я думаю, что в ЛХС. Нет, в ЛХС понятно, но все равно у Калента очень специфический взгляд. Ну, тут да, тут согласен. Так, давай смотреть. Нас интересует Малегас Друид в матчапе с... Биг Друидом и против Дезрадл Охотника. Охотник на Хрипах. Да. 60% в пользу Охотника на Хрипах. А Биг Друль? Против Биг Друля. Нужно Аликсара забирать. Друид на больших существах. 60% в пользу Биг Друля. Ну, то есть, то на то и получается. Ну, чуть-чуть больше у Друля. На 2% получается. 58,6. Тут 56,9. Да. На 2% чуть-чуть больше у Друля. Очень непростой выбор, судя по всему, Глент, задумался. Но мне кажется, все-таки Дрэксар, как дополнительный вариант... Плюс, плюс. ...получения... Армора, да, плюс. И армора, и существ, которые будут давать тебе у Элино, Глент считает, что все-таки высокогриф более ценный ресурс. Хм. Интересный выбор остается... Ну, было сложно. ...без варианта обороны. Участник команды. Клоуд Найн. Очень интересный выбор. Ну, вообще, у Глента крайне специфический взгляд на Хардстоун. Да банально вспомнить... Ну, это его и выделяет из общего числа других игроков. Что вспоминается, Михаил, вам? Вспоминается, как Александр решил использовать, предположим, в колоде Таун Друида, лишь один час ведьмовства. Никто на тот момент не понял логику. Он это обосновал, как бы. Многие даже смеялись, считали, что... Смешаться с решением Калента, это очень наивно. Калента иногда потраливает людей, забрав какие-то странные колоды, учитывая, что его смотрит очень много людей, и тут же все на следующий день начинают пробовать эти деки. Но это касается стримов, а турниры-то... Так вот. И когда Калента играл на стримах, большинство думало, что Калента троллит. И я, честно говоря, тоже думал, что Калента просто... А он берет на турнир... А он вам и заявляет на два или три турнира колду с одним. Часом, видимо, вства, как теперь эту карту переименовали. Действительно удивляет. Ведьмин час. Ведьмин час, да. Ну вот, видишь, тут последователи Калента пишут, что изи раскидывают щеликов в Адере с одной копией. Ну вот. Красава. Это уже современная сборка, которая сейчас закрепилась, и нередко можно встретить именно Таундруида с одной копией. Ведьминого часа. Да, часа. Ведьмин, ведьминого часа. Вот ведьмин час серьезный. Вот, по-моему, лучше бы на было время ведьминства дальше. По мне так тоже. Здесь разгон по мане, а также магический деспот со стороны Малфуриона. Качаются целых два оберега. Друзья, понятное дело, для чего это используется. Уже сейчас. Но мы говорим на тот момент, когда это создавалось, что Каленту удается это прочитать первому и это заметить, когда все уже несколько месяцев. Он подстраивается под мету, он сам эту мету формирует. В этом смысл. То есть смысл в том, что все остальные игроки все это время до этого играли с двумя копиями. Причем несколько месяцев, не то что дней или недель, и не особо парились. В этом основная заслуга Калента и его сила как игрока. Ну что-то как-то пока что для ханта все медленно происходит. Псарь шоу, нужно размениваться с магическим деспотом, дабы сейвить как раз псаря. Медленно, но уверенно. Уже седьмой ход будет для команды Red Reserve. Есть еще разгон дальше за счет второй копии Нуриша. Но нужно ли это делать? Возможно, мы увидим сейчас что-то иное. Например, пушку плюс обилку плюс оберег. Это позволит убить псаря. Нет, будет все-таки дар природы, пушка и удар в лицо. Ты и шесть псаря на доске. И это очень неприятное существо для того, чтобы его забирать. У него приходится полностью бафте берег, чтобы убить. Ты не понимаешь, решение с нераскопкой ДК. Но сейчас вот это будет видно, поскольку куб будет съедать, скорее всего, хаймейна все-таки. Что Каленто выбирает в этом противостоянии? Почему мы не выбрали ДК? Грубо говоря, вариантов у тебя есть два. ДК это игра в долгую. Хаймейн это игра первым номером. ДК игра вторым номером, условно. ДК мы говорим, что мы поиграем с Мали Друлем в долгую. И мы такой матч видели, друзья. Кто следит за Global Games, буквально вчера мы комментировали. Вчера же, ну да, вчера мы комментировали матч, где играла сборная Казахстана. И Алжас Ботербеков действительно выиграл благодаря ДК в долгую матч с Мали Друлем. Ну там другой концепт Охотника был. Другой концепт Охотника, окей. Но суть колоды примерно та же. Ну, Зазратл Хант и Рекорд Хант они очень похожи. Нет, Алжас агрессивный Охотник был. Там не дренж Охотник. В том-то и дело, что это реально другая ДК. Ну не суть, там победу принес именно ДК Рексара, это да. Эта карта сходится и там, и там. Калента наоборот. Он считает, что этот матч-ап вполне можно выиграть столом. Тут ДК не нужен. Хотя напомню, что казахи тогда скидывали вообще все, чтобы найти ДК. Вспомни. Во-первых, нет. Опять же, Михаил, ну немножко не так все было. То есть казахи сбрасывали тогда руку, которая состояла из оберегов. И Неймам потом писал в чате, что они хотели найти агрессивный старт и ДК. Агрессивный старт и ДК. Да, но агрессивный старт это первоначальное. Факт. Рука была медленная, поэтому ее на мулигане замешивали. Тут Калента, при том, что... У Калента другая ДК, и поэтому он может играть первым номером сейчас. За счет, как раз раскрывается потенциал этой колоды сейчас, на момент мидгейма перехода в лейт. Но еще не затягивая, потому что в долгу как раз с Малид рулем играть опасно, потому что он тебя просто залетает. Это вот такой стол уже сложно перебить и 12 хп у самого друида. И он рискует каждый ход умереть. Плюс. И он просто сдается, нет вариантов дальше продолжать. Классная игра от Калента 2.1. К чему я это все веду? К тому, что Хант сейчас настолько разногранный персонаж. И разные колоды Ханта могут абсолютно по-разному играть в матчапах с тем же, предположим, Малид руидом. И очень сложно, когда ты попадаешься, например, на турнирах с закрытыми колодами или вообще в ладере, друидом против современных хантов. Ну, предугадать, против чего ты играешь. Предугадать, против чего ты играешь, это сродни тому, когда ты играешь против друида. Вот серьезно, ты получаешь на второй ход буйный рост, а на третий, предположим, через монету тебе уходят дыры природы в рампу. И угадай, Мид друид, Малид друид, Вихлепых друид и так далее. То же самое сейчас происходит с охотниками. Интересно все-таки наблюдать за разным взглядом игроков, хоть и разными сборками охотников. Теперь мы видим зеркало. Эти уже колоды у ребят схожи. Вихлепых друид. Вихлепых друид, кстати, в ладере довольно забавная колода. В общем, особенно мне нравится... А Виннипуг друид есть? Все равно нравится его сборка, скрещенная с Малегасом. То есть Вихлепых, Малидруль. Да, то есть Вихлепых остается... Он просто закидывается в Малидруля, как вариант победы в неприятных матчапах. В матчапах, предположим, с контролем. Который ты не всегда можешь пробить на Малегасе. А для того, чтобы играть в Вихлепых, тебе вообще не нужно закидывать никакие доп-карты в колоду. Просто, ну, единички, которые и так автоматически играются. А вот теперь у нас Мирорчик. 2-1. Митсухиды находит на второй ход Принца Килисета. Каленто не может похвастаться подобным. Это турнир как раз не Завоевание, Завоевание это Конквест, а это турнир Царь Горы. Формат Last Hero Stadium, где победившая колода остается в игре. А проигравший игрок обязан деку сменить. Два формата основных сейчас на протяжении уже многих лет в Хардстоун. Изначально игры проводились как раз в этом формате. Last Hero Stadium после этого популярность набрал Конквест, он же Завоевание по-русски. И теперь чаще можно увидеть, ну, по крайней мере, в официальных турнирах от Blizzard только Конквест. И поэтому многим зрителям непривычно видеть ЛХС. Именно так. Стоит еще вспомнить некоторые форматы, я думаю, другие, о которых вы, по крайней мере, можете почитать, если вам интересно. Это формат, который предлагал, предположим, RDU с баном не классов, а вообще матчапов. Это очень крутая идея, которую не поддержали Blizzard, к сожалению. Не поддержали они ее очень просто. Друзья, дело в том, что огромный плюс Хардстоуна, и вся игра строится на том, чтобы любой человек, который даже не особо увлекается киберспортом в Хардстоуне, не играет в топах Легии и так далее, чтобы он мог зайти, ему было интуитивно понятно то, что происходит в игре. Да, где-то он может не понимать все детали, но очень просто объяснить. Игра должна быть френдли. Да, очень просто объяснить, например, формат завоевания или формат царь игры. Кого-то, которое выиграло, остается, кого-то, которое выиграло, выбывает. Все, это вот все, что тебе нужно объяснить. А если начинать углубляться в баны матчапов, пики и так далее, то это будет очень сложно для обычного зрителя. Ну, это для продвинутых пользователей, для обычного зрителя действительно это сложно. Также можно вспомнить определенные турниры, определенные форматы в турнирах от Фаербата, например, где игрались, точнее, банились определенные карты. Ну, то есть много таких вот более продвинутых форматов, но в целом в массе турниров это капля в море, что называется, основных все-таки формата два. Это Last Hero Standing, по которому проходит History Cup. Дримхаки все проходят издревле, также в этом формате. Дримхаков сейчас крайне много. И Конквест, он же турнир завоевания. Именно так. На стол выходит Умбра. Интересная карта в сборках подобного охотника. Далеко не все ее используют. И далеко не все ее используют в такой коде, как Таундруид. Но если ты ее играешь, это огромное преимущество в зеркальных противостояниях и Таундруидов, и как раз-таки хантом на Дезрадлах. Вообще, изначально, если вспомнить самые первые сборки вот этих охотников на предсмертных рипах, Умбра была в абсолютно всех колодах. Без исключения, вокруг нее вообще вся колода и строилась. Затем многие стали от нее отказываться в связи с тем, что слишком дорогая комбинация. Медленно получается. Умбра сама по себе на столе практически никогда не выживает, выставив ее на четвертый ход. Собственно, тебе нужно комбинировать ее с яйцом. Это семь кристаллов маны, с Катреной и вовсе. Там тебе нужно играть только в два хода с кубом девять кристаллов маны и так далее. Хант хочет зачастую играть быстрее. Он же раскопал ее. Друзья, он раскопал ее не... Кого? Ну, имеется в виду, там, он раскопал ее из тройки. Дело в том, что тройка работает как раскопка из своей колоды. Ты не выбираешь случайные раскопки карт. А, из-за что по новости добыта? Естественно, это копия карты из колоды. Именно так. Свапаются статы Умбры, но это позволит... Все равно активировать предсмертный хрип сразу же. Яйца Дьявазавра. Но, к сожалению, не видим мы раскопку через трекинг. Так, выслеживание. Выслеживание приносит три карты, над которыми прям плотно задумался Митсухайд. Ну, вот это псарь-шоу. Гризли, Ведьминого леса и Катрена. Ну, тут, по-моему, Катрена точно выигрывает. Да, не хочется забрасывать Гризли и Псаря, но... Ну, Гризли, на самом деле, еще... Земляем пухом. В чем отличается раскопка из следопыт и раскопка из трекинга? Трекинг сбрасывает две карты, которые... Ложь карту из колода, а следопыт дает копию карты. То есть еще в колоде для Митсухайда останется еще один... Верно. Одна копия Умбры. То есть, предположим, если вы с трекинга сейчас заберете высокогрива, то эта карта прям идет к вам в руку, а вот, к примеру, следопыт и... Боже, как единичка называется все, у меня уже совсем плавит. Притвориться мертвым? Притвориться мертвым, да. Покидают вашу колоду, а следопыт дает вам просто копию карты. Ну и вот Умбра уже отыгрывает. Минимально, но в плюс. Призывает, по сути, в дополнение к яйцу сразу же Дьевазавра 5-5. Пять кристаллов маны, ну и монета плюс высокогриф. Хотя слушай. А может ДК? Зачистка стола. Ты не боишься сейчас комбинации, предположим, куб плюс притвориться мертвым. Максимум, на что тебе ее сыграет, это на яйцо. Ну, ложная смерть, да, правильно поправляет. Притвориться мертвым — это старая карта. Ложная смерть, да. Плейдет. Да, притвориться мертвым — это старая, которая уже ушла, которая эпиком была, да. Ну, слушай, ну монета ДК почему бы и нет. Да, хочется вскрыть яйцо побыстрее, но монета ДК дает тебе вылью размен, забирая сразу же Дьевазавра. Но ход в целом медленный. Возможно, как-то через входной удар будет играть. Не, монетка, монетка ДК, окей. Ну, ты мне ДК больше нравился. Календо сейчас притвориться мертвым, говорят. Высокогриф 7-6. Высокогриф, да, напомню, что он был с игром Принц Келесет, поэтому статы у этого льва будут. Посильнее, нежели у льва Калента. Лев Калента. Лев Калента. Ручной. Лев Калента. Лев Калента. Теперь уже в отслеживание от Александра. Здесь у нас полтоядный куб и два яйца на выбор. Ну и минус яйца, зато плюс кубик. Эх, Калента остается без яиц. Где-то, видимо, хант теряет оба яйца. Ну, а Митсухай, да еще одно яйцо на столе остается. Лучше одно яйцо, чем отсутствие яиц. Ну, по столу это не особо помогает. Надо играть. Не хотим. Не хотим играть высокогриво, что мы придумали. Будет ставить Умбру 4-5, соответственно... Ну, хочет сразу Катрену, но здесь Умбру мы якобы никак не заберем. Катрену с двумя существами и с колодом. Чтобы забрать Умбру, нужно найти комбинацию карт, получается, с меткой охотника и чем-то убить Умбру. Это может быть обходной удар, либо же свечкострел. Ну, да, киллкомманды не играются в этой колодии. Слушай, да, на самом деле ход, который делает Митсухай, действительно сильнее. Он сильный, да, классный ход. Вроде как высокогрив прям всегда просится. Ну, рывок плюс яд, но ты попробуй еще найти, раскопать за 5 маны, получить рывок плюс яд. Это, допустим, веприкамниклык плюс какая-нибудь ядовитая кобра. Ну, это очень большое стечение обстоятельств. И этот ход слабый, если ты не находишь такое. И кубик еще приходит. Ну, и вот теперь должен считать Митсухайд. Что выгоднее Катрена? Напомню, что один Гризли покинул колоду. И я вот не помню, будет вообще 3 существа у Митсухайда или нет? Ну, там Круш. Круш плюс один Гризли и третье существо. Ну, Хаймейн это второй уже в руке. Гризли один сброшен, один в колоде. То есть остается Гризли и Круш. А вот в колоде ли второй? По-моему, да. А мы его не сбрасывали еще раз? По-моему, нет. Еще посмотрим, чего, собственно, гадать. И это Круш. И это Гризли, да. Все четенько. Пока. 2-2. Остается противостояние друида. Против охотника у нас. Так, вот атака украинского хакера Валеры. Да-да-да, я думаю, что мы это остановим. Дабы не было спама. Вот так вот Лебедь сказал, Лебедь остановил. Потому что некрасиво получается, ребята. Мы комментируем, мы спамите. Нам приходится спамить. Нам тоже хочется спамить, но мы не можем. Нам тоже хочется спамить, да. 2-2. 2-2, красиво. Ух, что за заруба-то. У клиента остается последняя дека, и это дека. Биг Друлян. Слушай, здесь-то у Митсухиды шансов, по идее, побольше. Дезратл Хант против Биг Друлян. Сейчас посмотрим. Охотник на хрипах против... Против Друида на больших существах. Фаворит, но чуть-чуть. Тут 53. 53 всего. А тут вообще 51. Ну, то есть примерно равный матчап. Тем интереснее, тем интереснее. Супер. Такс. Борьба за жизнь. Проигравший покидает турнир. Победитель будет сражаться с О'Демианом за выход из группы дальше в плей-офф. Жадный Дух. Это уже хорошо для... Жадный Дух это разгон. Вот Ходронокс руку такое себе. Да не суть. Это не страшно, что там рука. Ну, тоже, ну, все равно, ну, не знаю. Спящая драконница плюс Ходронокс на старте такое. Бунерос нужен. Бунерос, Жадный Дух, и дальше поехали. Друиду нужно только одно. Это разогнаться по монет. Дальше. Что сыграть уже там за 8-9-10 кристаллов? Оно найдется, да. Или там какие-то драконозаводчики, Ходронокс, ЭДК. Неважно. Самое главное, это просто разогнаться по монет. Кристаллам. В свою очередь, Ханту, наоборот, нужно сжать и щемить Друида прямо с начала игры. Ну, я бы не сказал. Здесь Хант начинает где-то с 4-го по 7-й, 8-й ход. Вот этот промежуток, когда Хант доминирует. К этому и ведем. То есть тебе нельзя отпускать Друида фривольно там до 10 кристаллов, и пусть тот делает, что хочет, и играет первым номером. Тут первым номером должен выступать Охотник. Нет, безусловно. Любит игрить Алжас, тут именно Хант задает вопросы. А Друид должен находить ответы. А вот тут дело, что Друид обычно не находит ответа, он обычно игнорит твои вопросы. И пытается задать вопросы в ответ. Да, и пытается задать вопросы в ответ. Это как Рога. Чего спросил? Да какая разница? Нет, это не так происходит. Это, мол, поскольку у вас яблоки, и ты такой, яблоки вкусные, но есть помидоры, они лучше. Пять раз. Хотите купить красивые помидоры? То есть вот прямо так работает Друид. Он как классический... Неплохая аналогия. Как классический лесник отвечает вопросом на вопрос. Лесники обычно так делают. Обычно, да. Вот ты давно видел егеря типичного? Егеря периодически вижу, кстати, да? Да. Да-да-да, я даже знаю, какой вы смайлик поставите. Оно, оно, Александр. Иичка с монетки появляется на стол. Ну, дабы далее ловчим злобноплавом вскрыть яичка и получить дьявозавра. Ну, а дальше по накатанной. Ну, я предлагаю все-таки биться в яйцо дьявозавром. Иначе будешь наказан. Да, нужно вскрывать. Я думаю, что Калента прекрасно понимает, что не просто так с монетки разыгрывается яйцо. Обязательно нужно разбивать его. Друзья, с Бородой все хорошо. Игорь у нас в танке. С Олеся тоже хорошо. Олеся под пальмой. Под пальмой, да. В танке загорать тоже, как бы, знаешь, чтобы не сгореть. Через дуло. Хотя сгореть в танке – это обидно. Лучше сгореть под солнцем, чем сгореть в танке. Философски, да, договорите его? Может быть, да. Зато Игорю не страшен солнечный удар. Но лучше сгореть в танке или сгореть под солнцем, чем сгореть на работе, Александр. Согласись. Чем упасть со стула на работе. Чем упасть со стула на работе, да. Ну что ж, доминирует пока что у нас Охотник. Минус десяточка уже ХП для Лунары. Ну, слабый стул для Охотника на пятый ход. Ну, смотри. Ну, смотрю. Там сейчас девятка пойдет. Нет мастера сердца дуба. Вот это страшно было. В смысле нет? Ты видишь его вот в стоп-дэк уже? Он в крайней правой карте. Помнишь, как Тайс вчера показывал? Да. Правда, это не помогло ему выйти из группы, но было сильно. Просто три катки подряд. В общем, если это мастер сердца дуба, то? Я ухожу до конца этого в стоп-дэк. Хорошо. Если угадаю карту, значит, я профессионал. Согласен. Значит, я могу идти отдыхать. А если нет? А если нет, то ты можешь уходить до конца этого в стоп-дэк. Красиво. Так оно и так закончится скоро. Ладно, уж посижу, так уж и быть. Ну что ж, непростой. А если ты выбираешь любых трех работяг, и мы лупим таймачи на 10 минут в чате. Лебед 93. Я не могу лупить сам все таймачи. Нет, я не подставлю работяг. Выбирай. Минус Лебед. Выбирай трех работяг. Тыкай пальцем. Кто? Кто-кто? Сетпир. Без проблем. Я не называл этого. Отправляется на 3 минуты. Кто еще? Знаете, всех, кого сейчас банят Лебед, 93 он банит по своему наитию. Вот там меня было. Меня. 4 минуты. И последний. Ну, Ковальский. Ковальский он всегда должен. Не, ну, Ковальский согласен. Ковальский заслужил. Причем, Ковальский я вот ровно 10 минут дам ребятам по минутке, а Ковальский ровно 10 должен отсидеть. Все. Теперь красиво. Бунт. Все, поздравляем победителей. Все, друзья, больше не выпрашивайте, не выпрашивайте. Меня, меня, меня. Там уже весь чат. Нет, друзья, все, уже отдали призы. Приходите в следующий раз на следующий розыгрыш. На следующий бунт. На следующий бунт. На следующий бунт, да. И 11 дней здоровья остается у Друида Калента. Действительно решающие моменты встречи. Но, по-моему, время играть ДК. Время играть ДК. Добирать брони. Возможно. Ну, не знаю. Натуралайс играть не хочется. Давай две карты. Куплю бан на 10 минут. Бунт за Ковальского. Ковальский сам просил, чтобы его забанили. Ему снова повезло с призом. Ну, ребята. Подкрученный розыгрыш. Ну, какая игра, такие розыгрыши. ДК. Король Лич. ДК, ДК, ДК. Не выходит на стол. Выходит Король Лич. Почему не выходит ДК? Уничтожение. Ну, считать, что получить сейчас максимум вэлью с Короля Лича, это хорошая идея. Но, на самом деле, в этом есть резон. И, как мы видим, нет возможности убить Короля Лича. Даже с потрошителем не хватает единицы урона. Ну, не особо приятная ситуация для Охотника. Несмотря на то, что он фаворит в этом матчапе, вроде как, должен быть. 53, по-моему, и 55 было процентов. Вроде как. Но этого недостаточно. Этого недостаточно сейчас, оказывается. Ну, тоже правильно пишут ДК Ходронокса за это. Что? Так тут нет воскрешения. Тут нет Ведьминого часа. Тут нет Ведьминого часа. Это Биг Друль. Тут поэтому и играется. Да, тут Ходронокс один раз только делает свои грязные дела. И тут все равно нет в колоде 7 таунтов, поэтому... А сколько таунтов вообще играется? 4 дракона, Король Лич. Это 5 стенок. 5 стенок, получается. Сейчас. Ну, плюс чума. Да, плюс чума, плюс ДК. Ну, чума это мы не считаем. Именно карты, которые изначально играются, это опять провокация. Плюс. Умбра. Вот с Умброй нужно расправляться. Нежелательно оставлять карту на стыле. Есть уничтожение. Которая позволит убрать этот юнит, но внесет 4 единицы урона. Ну, нельзя оставлять этого товарища. Ну что, уничтожение в волка, размен. И ДК. ДК. Ну, Натурлайз не знаю, есть ли смысл. Нет. Натурлайз оставляешь под Ходронокс, ты не трогаешь Натурлайз. ДК в два таунта. Просто, смотри, если ты играешь Натурлайз, ты сохраняешь статы Короля Лича. Просто так Лича трейдит. И? Ну, пусть трейдит. Он воскреснет. Он воскреснет при розыгрыше Ходронокса и Близости к природе вместе с Спящей Драконицей. Окей. Справедливо. Родиная Скорбь. Ну, не будет у тебя Ходронокса, да, тебя бы, я думаю, напрягало. Согласен. То, что вот трейдит от так. Тем более так и обходной удар добивал Короля Лича, по сути. Ну и вот, кажется, что не дожжал Охотник. Время, да. Это Катрена Зимнишора, которая призывается вместе с собой на стол Гризли Ведьминого леса. А здесь Мастер Сердцедуб. Слушай, Мастер Сердцедуб, это круто. А играет ли Калента Чародейку Дракари? По-моему, нет. Ну, мы ее, по крайней мере, не видели. У Александра точно не видели. Мы ее не видели. Помнишь, как классно у того же Тайсона действовало? Помню. Мне кажется, можно играть. Мастера. Катрена так же погибает. Второй... Нет, это Лев. Все-таки на ХМА, на стол. И теперь уже Мастер Сердцедуб. Есть Чародейка Дракария, ну супер. Ну все, тогда это вообще без шансов. Чародейка Дракария, напомним, друзья, дает дважды использовать ваш боевой клич. Соответственно, теперь уже... Не боевой клич, а эффекты конца хода. Эффекты конца хода, да. Драконозаводчик призовет сразу... Два дракона. Это будет трудоисторический. И вторая спящая драконица. ДК, он тут не спасет. Слушай, похоже, что это все. Мы надеемся, что мы раскопаем мышь с у... Ну и шанс есть, да. Лучше смерти Рексар, это единственный шанс тут как-то побороться еще для... Мышь плюс ядер, и на нее единичка. Ну вот раскопка сейчас очень важна. Нужна мышь и яд? Нет. 3-2, Калента оказался сильнее, Митсухидо покидает турнир. И еще один хороший результат именно для большого друида. Эта колода тащит уже не первого игрока, она вытащила Калента. Эта же колода вытащила у нас станцивку. И все хорошо для ребят, которые привезли бит-друиля. А вот для тех, кто привез Мали-друида или Таун-друида, на этом чемпионате пока не особо хорошо. Ну смотри, можно вспомнить о Демиана, который как раз Калента обыграл без проблем на токен-друиде со счетом 3-0. И сейчас как раз в следующем матче мы увидим возможный реванш от Александра, потому что ему вновь предстоит сражаться с игроком из Франции, с участником Арма Тим. И это уже будет схватка за выход из группы со второй позиции. На секунду хочется предположить, что токен-друид отправится в бан. Ну не исключено. С другой стороны, возможно, Калента все-таки останется верен себе. То есть он посчитает, что просто по матчапам не повезло. Молния два раза в одно место не бьет, и токен-друид 6-0 не сделает. То есть мы узнаем еще скоро, тем интереснее, друзья. И на этом группа А у нас завершится, и мы перейдем к следующей группе. Калента против ОДемиана в следующем матче, но пока что небольшая пауза.